Глава Лазаревского района поздравил Анатолия Пахомова с полученными на этой неделе высокими званиями, кавалером Ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени и героем труда Кубани. От торжественной части перешли к рабочим моментам. За несколько лет в Дагомысе произошло много положительных изменений. Построена инфекционная больница, благоустроен железнодорожный вокзал, реконструировано семь многоэтажных домов, закончен ремонт на канализационно-насосных станциях. В этом году завершится внутренняя отделка обновленного Дома культуры. На это выделят дополнительные краевые средства. Галина Чередникова – активистка, член ТОС, Совета ветеранов. Много лет выступает за интересы родного Дагомыса. Отмечает, что при подготовке к зимним играм темпы реконструкции в микрорайоне были поистине олимпийские. Отремонтированы дома. Ведется ремонт дорожного покрытия центральной теплотрассы от улицы Батумского шоссе. Доделываются переходы. Приятно, что у нас сейчас в таком отличном состоянии вокзал. Сейчас регулярно чистят устья реки. Это, конечно, очень сложно было. Людей-то предупреждать и говорим, ну вы не спите, пожалуйста. Но сейчас мы уже знаем, что ее прочистят и будут чистить. Несмотря на положительные перемены, которые произошли в Дагомысе за последнее время, работы по дальнейшему в облагоустройство еще предстоит немало. На сход граждан пришли около 200 человек. Поднимали много вопросов. Жители волновали темы приватизации квартир, земельных участков, проведения сельхозярмарок. Обсудили и строительство трех подземных переходов. Работы затянулись. Причина тому – смена подрядной организации. Жители волнуют, что их дети во время переходов федеральной дороги подвергают себя опасности. Буквально на следующей неделе буду иметь разговор с руководителем Росавтодора. А может быть, даже вместе с прокурором проведем этот разговор. Олимпийские темпы снижать не будут, заверил Анатолий Пахомов. Уже к началу курортного сезона переходы будут функционировать. Общение Анатолия Пахомова с местными жителями длилось более трех часов. Подобный прямой диалог власти и граждан – частая практика в Сочи. Пообщаться с руководством города можно в последнюю субботу каждого месяца. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».